Привет-привет! Сегодня 27 ноября 2014 года. Посетил незапланированную выставку «Арсенал». Выставку посетить планировал, но ни в день открытия. До этого заинтересовали меня ножи-мастерской Натальи Забелиной. Ну, во-первых, потому что кузнец-женщина, и с другой стороны, действительно, ножи интересные. И видел ее интервью, что она не принимает участие больше в выставке «Клинок», что там атмосфера не та, дух не тот, все, что как бы испортилось, все пропало. И там ей ведущий поддакивал, что да, раньше на «Клинке» шапками не торговали, в общем, только «Арсенал». Потом еще такие были слухи, что братья Широгорова вроде бы по каким-то непонятным причинам больше не принимают участие в выставке «Клинок». Ну и как бы меня вот это вот все заинтересовало. Действительно, насколько различаются эти выставки. Вот, так что на «Арсенал» я, ну, досмысленно поехал посмотреть, что это за выставка. Бумажка лежит неспроста. Кто был на выставке, поймет, что это такое. Вот, как бы размах. В общем, чтобы ценить в одной фотокарточке. Вот, ну, скажу так, что такая у меня выставка разочарования. Вот, началось, конечно, все в первую очередь вот с этой конторки. Вот, я их пропустил на «Клинке», потом увидел некоторые ролики в интернете. Вот, ну, как бы заинтересовался продукцией, мне понравились там и ребята, и подход. Вот, решил, что да, раз буду на «Арсенале», они будут на «Арсенале», я зайду обязательно, посмотрю ножи, ножи посмотрел. В общем, ну, ребятам надо еще работать. Ножи достаточно такого, как бы, ну, на мой взгляд, еще и такие они, ну, недоделанные. Вот, работать и работать, в общем, еще с такими ножами. И в плане изготовления, качества изготовления, в плане аккуратности изготовления, там, и заточки ножей, вот, в общем, как бы, цена такая уже взрослая, но ножи явно до этих цен не дотягивают. Это первое. Ну, а второе, конечно, ребята, я не знаю, сами вы это делали, или кто-то вам это сделал за деньги, там, ну, я не знаю, как бы выходить на рынок, ну, там, начиная вот с таких вот вещей, как бы, ну, это стыдно и некрасиво, да, ну, просто подумайте, что вы делаете. Вот, это, ну, не знаю, ну, без комментариев. Вот, дальше. Сходил я к Широгору, посмотрел ножи, поддержал этот техно-бамбук, который ушел на аукционе, там, что-то за 220 тысяч рублей, вот, вот, посмотрел я на ножи, в продаже был только один нож, там, тысяч за 30, остальные даже, в принципе, ну, какие-то, ну, прототипы мы даем потрогать, посмотреть, а остальные вот лежат, вот, вроде как, там, чуть ли не как экспонат. Но, тем не менее, техно-бамбук мне дали посмотреть, за что, в принципе, большое спасибо. Вот, ну, для себя я все выводы сделал, вот, как бы, Широгору молодцы, молодцы, ребята, я уважаю, в общем, это, грубо говоря, вот, компания Apple среди ножей, только в отличие от компании Apple, придя в магазин Apple, там что-то можно купить. Вот, здесь, ну, послушивая, там, сбоку постоял и Сергей Широгоров, если не ошибаюсь, вот, там была очень интересная беседа по поводу ценообразования, но не важно. В общем, всем рекомендую, вот, не смотреть, не слушать вот этих вот фанатов клубчан, которые покупают эти ножи, а съездить, посмотреть их живьем и, желательно, поддержать в руках. Вот, и вы для себя сделаете все необходимые выводы и будете дальше жить спокойно. Вот, так что, в принципе, это был такой, как бы, интересный опыт, интересное посещение вот этого. Я даже не скажу, это, 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 там, не стенд, это, там, это шкаф, шкаф и стойка, и там сзади стояла девушка, иногда дверь. И на какой-то тряпке сзади фотографировали ножи. Не знаю, там, для чего, там, может быть, для какого-то каталога, там, или еще для чего-то. Вот, дальше, опять же, на этой выставке меня интересовало, вот, качество изготовления уже ножей. Чем хорош арсенал, народу на нем, действительно, значительно меньше, чем на клинке. Но, с другой стороны, и, как бы, и ножей меньше, и стендов меньше. Но, скажу так, что шапки были, там, попахи на гайке тоже были, шубы продавали. В общем, от клинка отличие, как бы, небольшое. И даже больше, что скажу, если меня закрытыми глазами завели на одну выставку, и потом завели на другую, я бы, наверное, бы, не сделал бы никаких бы различий между ними. Вот, посмотрел более внимательно ножи-пампухи. Там, как бы, у него такой шкафчик стоял, с такими, ну, наверное, там, дорогими ножами подарочными. Вот, там все, никаких вопросов, все вылизано, все шикарно. А вот, все, что лежало на стенде, вот, специально смотрел все ножи на всех. Ну, я вижу, там, как бы, такую, ну, со слесаркой, конечно, какие-то, там, ну, не то, что не проблем, но я вижу неаккуратность. Мне, например, ну, ну, может быть, это для колонного ножа и нормально, но как-то уже, не знаю, эстетика чего-то не та. Вот, на мой взгляд. Посмотрел, опять же, ножи Чебуркова, в общем, так, более внимательно поглядел. Ну, в принципе, нормальные ножи, ну, не хуже, не лучше. Зашел на КНАЙФ, на стенд КНАЙФРУ. Вот, это, конечно, не КНАЙФРУ, а вот, ножик, это я точил ножик одного из своих коллег недавно. Вот у него, видите, какой красивый шнурок привязан, в общем, нож используется по назначению. Это хозяйственный нож в доме, в нем режется все, что ни попадет. Вот, сходя на стенд КШРОГОРУ и потом посетив стенд Чебуркова, вот, вот между ними стояли ребята из КНАЙФРУ. Ну, там, считается, старейший магазин, старейший магазин ножей в интернете. Вот, у них лежат оригинальные ножи БЕНЧМЕЙДы, у них лежат спайдерки, у них лежит много чего еще. Вот, это действительно, вот, положить вот эти ножи, посмотреть, как они сделаны, сколько стоят. Вот, и можно, как бы, уже, там, делать для себя какие-то выводы. Все познается в сравнении. Да, вот, я подержал в руках все ножи, я для себя, например, ну, какие-то выводы сделал. Вот, поэтому моя рекомендация смотреть не вот эти ролики в интернете, а ходить на такие вот выставки, они этим и хороши, что можно подержать ножи в руках, потрогать и пощупать. Вот. Ну, дальше там прошел, опять, как обычный, пакет. Опять же, особо-то мне особо ничего не покупал, это вот, как раз, вот, на Knife.ru. Мне понравилось, ребята, с Knife.ru, сказали, да, ходят вот туда-сюда, там, щелкают ножами, вот, смотрят дорогие ножи, но в результате приходят к нам, покупают те же самые моры, покупают ножи с Пайдерка и уходят довольны. Это вот мне коллега попросил другой уже, который делает, ну, ведет большую стройку, строит дом, вот, нанимает там рабочих. Это вот, грубо говоря, ножи для таджиков. Он попросил купить ему три штуки, два, чтобы рабочим, один ему, три одинаковых, но три одинаковых брать не стал, ему, как на сельнику, купил большой, пусть балуются. Вот, так что это как бы вообще, ну, так, отвлеченно просто расскажу, что ребята мне понравились на Knife.ru такие, со здоровым степсисизмом там стоят, продают ножи. Попробовал я там в руках подержать эндуру. Кто там говорит, что там это супер эргономик и супер нож, ну, я не знаю, ребята, это, не знаю, это тонкая ручка эта, с впивающейся в ладонь клипцией, в общем, на любителя. А вот, а, посетил еще Рушет. Ну, у меня как бы магазин неплохой в плане ассортимента, но, честно говоря, что-то как-то у меня какие-то сомнения по поводу этого магазина имеются. Вот, наверное, может, отдельно потом как-нибудь расскажу про то, где я что-то покупаю. Вот. Зацепил меня 700 рублей агат китайский. Не знаю, что такое, ну, по первым ощущениям, интересный камень, не знаю, тут я его выровняю, посмотрю, как он будет работать, просто заинтересовался. Вот. Чазера, не знаю, почему-то он тут вообще просто такой приклеен, похоже, какой-то на 100-рублевый бланк, который там пилит алюминием, может, делают сами. Причем, похоже, ну, камень-то новый, там, а-ля, но такой, по ощущениям, его выравнивали, вот, тут какие-то внимания не обратил, но явно, когда выравнивают, и делают это быстро и, как бы, без души, там, да, и неаккуратно, там, появляются сколы по краю. Ну, для меня не очень критично. Ну, критично, наверное, но не очень. Вот. Так. Не знаю, наверное, все. Больше такого особо ничего и не было. Вот. В общем, выставки «Арсенал» и «Клинок» очень похожи. Продолжаю вести блог по этому адресу. В общем, всем привет!